Здравствуйте! Хочу поделиться нашими улучшениями за этот месяц. Прежде всего хочу сказать, что как только Кирюша просыпается, на его лице появляется улыбка. И в течение дня он очень много улыбается, как его и просил Давид. Стал больше играть с игрушками, чем с бытовыми предметами. Берет с собой на прогулку мячик, машинку, ведерко с совочком. И там на улице в песочнице может загружать песочек в ведерко при помощи совочка. Загружает песок в камаз, то есть правильно играется. В течение дня он стал произносить очень много звуков. Также я уже говорила, что он стал купаться в ванне. Для меня это очень большой шаг, потому что несколько месяцев назад ни с того ни с сего он перестал купаться в ванне. Мы его быстренько купали перед сном, если можно так сказать, в тазике, под душем. Он очень сильно боялся. Сейчас это все вернулось. Мы купаем его в ванне с удовольствием, с любимыми игрушками, со своей лошадкой. Он ее купает. Также научился свистеть свисток. Большое достижение то, что умеет теперь задувать свечку. Ни на первый день рождения, ни на второй день рождения. Он этого делать не мог. Это случилось после знакомства с Давидом. Буквально мы ему несколько раз показали. Он смог это сделать с одного раза. Он теперь задувает. Ему это очень нравится. Дуют одуванчики. Теперь еще у меня есть наблюдение такое, когда мы его укладываем спать. Допустим, папа ему читает книжку. Кирюша лежит на боку и смотрит на меня. Он стал смотреть мне в глаза и улыбаться. Очень долго может смотреть в глаза и засыпать. Этого раньше тоже не было. Также проявляет самостоятельность, когда кушает. выхватывает у меня ложку из рук. Сам пытается кушать, особенно твердую пищу. Такой как пюре, творог, допустим. И у него это отлично получается. Правильно кушает. То есть держит ложку в правой руке. Жидкую пищу еще не всегда может сам кушать. Но у него есть большое стремление. Сам пьет из чашки. Вот еще мы заметили, что стал еще больше тянуться к деткам. Мы ходим в детский садик на детскую площадку. И недавно был случай, что вот Кирюша забирался на горку. Там стоял мальчик примерно его лет. Лет двух. На горке. И у этого мальчика была на голове кепка с козырьком, который был надвинут на глаза. Кирюша забрался на горку, посмотрел на мальчика, присел, заглянул ему в глаза. Я просто была в шоке. Раньше он вообще не замечал детей. После знакомства с Давидом он стал их замечать. Сейчас он к ним тянется. Но чтобы смотреть в глаза детям именно, это произошло сейчас. Сегодня на детской площадке он играл в футбол. с детками, с мальчишками, с девчонками. Детки были чуть-чуть постарше. Четыре годика. Вот ему понравилось. Конечно, он в конце распсиховался. Начал забирать свой мячик. Вот. Собственник он у нас. Но в целом, я думаю, получил удовольствие. Также хочу сказать за себя. У меня перестала болеть шея. Скорее всего, у меня был остеохондроз шейный. Несколько месяцев назад тоже, до знакомства с Давидом, в один день я проснулась, у меня переклинило шею. Эта боль меня просто преследовала несколько месяцев. Ездили к остеопату, и я клеила пластыри обезболивающие, лечебные. Ничего не помогало. Помогалось сеансами, боль становилась меньше-меньше. Я это замечала, и сейчас ее нету. И чувствую только легкость. Спасибо вам огромное, Давид, то, что вы помогаете не только нашим детям, но и родителям, вообще всем семьям. Хочу сказать за своего маленького сына спасибо. В один день он был очень беспокойный, я на него пожаловалась, Давиду, потому что он плохо спит. И как только я направила камеру в телефоне на своего малыша, он начал громко смеяться, увидев Давида. Давид с ним разговаривал, почему ты не спишь, почему ты себя плохо ведешь. А он в ответ только громко смеялся. В общем, спасибо огромное. И мы надеемся и дальше получать дистанционное лечение. Мы безмерно вам благодарны. Спасибо. Спасибо.